Привет, мои хорошие. Два часа ночи. У нас два часа ночи. Вот у меня сейчас время снять макияж и лечь спать. Мои все спят сегодня. Хотя я рассчитывала, что дочь быстро заснет. Нет, она не заснула быстро. Мы были у свекрови. С ней там столько игрались. Она и целый день, в принципе, не спала. Думала, ночью быстро заснет. Вот она полчаса назад заснула. И я вот еще полчаса ждала. Думаю, если проснется, чтобы ее уложить еще раз, качать и так далее. Сынуля уснул в 12, как обычно. Будем снимать макияж, как обычно для старых моих старожил, точнее, зрителей. Это не новость, чем я снимаю макияж. Для новеньких гарниер, бухлазовая жидкость. Только она... Я к ней настолько привыкла, что отказываться от нее не хочу. Ну, я даже не знаю, сколько лет я ее пользуюсь. Ее пользуюсь лет... Больше десяти лет точно. У меня сегодня не было на глазах туши. Я наносила тени вот. И тени у меня были, тональная основа и румяна. Румяна ничего не осталось. Вот. Снимаю я сперва обычно. Тональную основу. Потом глаза. Снимать тоже макияж я стараюсь. По этим... Массажным линиям. Но это, конечно, не всегда получается. Если даже не по массажным линиям я снимаю, я никогда сильно не давлю на кожу и не тру ее. Сейчас вот глаза я накладываю вот так вот на глаз. Ватный диск и потихонечку. Кстати, я раньше никогда не пользовалась тушью. Для меня это очень удобно. И стрелки я всегда рисовала. И по сей день рисую этим тенями. У меня нет вообще карандаша для глаз. Почему я так делаю? Потому что снять с глаз макияж легче. И не нужно глаза сильно тереть. Когда у вас тушь, хочешь не хочешь, нужно бывает тереть. Так, еще раз пойдусь я. Все-таки ватным диском. Завтра хочу пойти к врачу. Не с детьми. С детьми у нас пока не планируется. Хочу пойти к гинекологу. Потому что, как приехала в Турцию, я не была на приеме к гинекологам. После родов была в Дагестане. Только на приеме. Что касается здоровья, я человек очень щепетильный. Так. Когда пойдем к врачу, я хочу оставить детей со свекровью. Потому что, чтобы на час сходить к врачу и обратно, не хочу их собирать, надевать и так далее. Лучше быстренько съездить и прийти, чтобы дети спокойно дома поиграют. Дальше использую тоник. Всегда. После тоника я не умываюсь. Вообще никогда. Сейчас я знаю, начну писать, что нужно умываться и так далее. Пожалуйста, умывайтесь. Я не умываюсь. И моей коже это подходит. Точно так же. Но тоником я начинаю с глаз. Не знаю, почему у меня так и не на сглазе начинать. Не давим, не тянем. Аккуратненько. Вот так. А вот уже на самой коже лица я надавливаю чуть-чуть. В сторону массажных линий все-таки тяну кожу. Чуть-чуть. Упал диск. Нужен еще один. Сегодня утром проснулась, у меня болела спина, поясница. Не так, как в прошлый раз, когда она мне прихватила. просто болела. И сейчас я ее чувствую. Вот так. Шея всегда тоже тоненькая. Был у меня вопрос в комментариях. Несколько раз я видела, как я ухаживаю за своей шеей. Точно так же, как и за лицом. Никаких отдельных кремов, никаких процедур. Тем более, я не делала. И пока не собираюсь делать. Все. Теперь я нанесу ночной крем. Тоже был вопрос, какой у меня именно ночной крем от Невея. Вот этот вот у меня от Невея. Ночной крем. Сперва на глаза. На глаза нанесу на туру Сибирьку. У него скоро срок заканчивается. Надо его быстро-быстро закончить. Скоро, через месяца 3-4. Я его, кстати, утром на все лицо и шею тоже наношу. Я так делаю ее часто, когда вижу, что у крема в ближайшие месяцы закончится срок. Например, крем для глаз. Вот я его начинаю наносить на все лицо и шею. Натурой Сибирька, кстати, мне кремы нравятся. Мне были для лица дневной, ночной. Довольна. Больше я ничем не пользовалась на туру Сибирька. Так, так, так. И на шею обязательно. Никогда не забывайте, девочки, и про шею. Я очень жалею, что не начала ухаживать за своей шеей в то же время, когда начала ухаживать за лицом. За шеей я начала ухаживать намного позже. Не знаю, почему. Не знаю, почему я догадалась ухаживать за лицом, но за шеей нет. Вот как-то вот не могу понять, почему так было. Один прекрасный день меня осенило, что за шеей тоже нужно ухаживать. и я начала мазать кремики точно так же и на шею. Желательно декольте тоже, но мне сейчас неудобно, потому что футболка закрытая. Мне очень нравится вообще, как пахнет крем левее. Хотя я не очень люблю, когда уходовые кремы сильно пахнут, но именно запах негее мне нравится. Ну, легкие запахи я люблю, конечно. Так, по массажным линиям можно несколько минут вот так вот помассировать. Так, ой, что у меня здесь? Казик стоит. на руки крем-арко, полозулечка, мне он очень нравится. Обязательно, я всегда пользуюсь кремиками для рук в течение дня раз, шесть, семь, это точно. Локти. нужно сделать маникюр, я специально сняла лак, уже второй день, по-моему, я без лака для ногтей, хочу дать немножко ногтям отдохнуть, и завтра хочу сделать маникюр, буду делать как обычно сама, обрезала ногти, когда двое маленьких детей, знаете, ногти мешают, длинные ногти, я не представляю, как с длинными ногтями смотреть за детьми, потому что ты берешь на руки то, 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 то ребенок твои пальцы на себе в рот сует, и длинные ногти, конечно же, мешают, по крайней мере, мне так, и, ну, и гигиеничка, дореволюционная моя, не, не дореволюционная, кстати, она одна из последних, которые я покупала, гигиеничка, вот с сайта Айхер, почему я открываю зубами, потому что у меня руки в креме не откроются, Ну все, крышка куда-то ушла, сейчас ползать ее искать я не буду, утром, когда буду полы вытирать, все равно ее найду, все, по поводу моей укладки спрашивали, как я ее делала, локоны, точнее, вот эту завивку кончиков я делала обычным утюжком и чуть-чуть приподняла корни, ну сейчас приподняла корни, сейчас покажу какой это чем точнее какой это вот такая вот плойка у меня есть, вафелька я ее называю, видите, рельефная такая, вот ей я приподнимала чуть-чуть корни, здесь я не трогала, здесь сзади, первые пару дней объем бывает шикарный, потом, конечно, по мере того, как у вас волос уже не такой свежий, у меня, по-моему, четыре дня этой укладки, точно не помню, вот так вот, у меня всегда укладка держится до следующего мытья, вот, ну все, ложусь спать, если у вас ночь, желаю вам тоже спокойной ночи, но не забывайте сделать ночной уход, не забывайте порадовать свою кожу, если у вас утро, утренние процедуры, не забывайте, если у вас день, наверное, вы все процедуры утренние уже сделали, желаю вам продолжения, хорошего продолжения дня, плавно, перетекающий, прекрасный вечер, все, пока.